Всем о нем, друзья! Меня зовут Ники, а рядом со мной моя сестра Вика. Всем привет! И сегодня будет ваша самая любимая рубрика на моем канале Fixed Price. Это трэш. В этих видео я тестирую разную косметику из Fixed Price, как корейскую, и не только. И сегодня мы вместе с Викой будем тестировать товары из Fixed Price. Этот выпуск будет еще более интересным, потому что сегодня здесь Вика. Если вдруг вы ее не знаете, а я уверена, что половина зрителей этой рубрики не знает, кто она такая, представься. Я Вика, сестра Ники, родная сестра. А, ой! Это же вы режиссер? Нет. Если что, я младше, а она старше. В общем, это моя сестра, и она тоже блогер. Она живет в Корее, но сейчас она прилетела в Россию, и, конечно же, мы первым делом поперлись в Fixed Price. Влоги о ее жизни в Корее и ее видео вы можете посмотреть на ее канале, ссылочка будет внизу в описании. И, конечно же, поставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наши оба каналы, в принципе, да, и нажимайте на колокольчик, чтобы больше не пропускать наши видосы. А теперь погнали тестировать. Давай начнем с косметики, а потом плавно перейдем к вкусняшкам. Обычно всегда у меня это так происходит. И первым делом, что ты купила, вот давай покажи. Я купила актуальную вещь в наше непростое время. Это гель для рук, а цепчути, ультра увлажнение. А цепчути? Ну, здесь, вон, что написано. А септикум. А, септикум. Короче, да, это гель для рук с хлоргексидином. Моментально очищает кожу рук, оставляет ощущение свежести, мягкости и свежести. Мягкости и свежести. А, вот это я не поняла. Перед едой, в самолете, где много людей, в машине. А это что такое, похоже на тампон? Я думаю, это мышка для этого компьютера, нет? Напишите, что вы думаете. Ну, а что, мышку, что ли, нужно обрабатывать? В общем, в фикс-прессе очень много всяких разных вот таких вот гелей для рук. Но фишка в том, что я покупала один, и он просто нереально пах химозиной, и мне пришлось просто сразу его выбросить. Давай попробуем вот этот. Давай, да, попробуем. Я как раз взяла с собой маленький такой флакончик, и у меня заканчивается. Короче, Вике нужен был антисептик. В самолете не было, кстати. Да, вроде нормально так, сейчас посмотрим. Ну, как вы понимаете, я выдавливать не буду, в целях экономии я возьму отсюда. Не, ну запах так себе. То есть какой-то такой с одушкой идет. Если что, я не очищаю, потому что у меня до сих пор последствия ковида. В смысле? Я не чувствую аромат, мне кажется, что он пахнет копченой рыбой. Нет. Он какой-то такой. Вы поняли, да? Это описание продукта от Вики. Кстати, немножко есть чувство липкости, но если брать чуть-чуть, да, мыльности, даже не липкости, а как будто бы мыльности, оставляет ощущение пленки. Но, на самом деле, это не самый плохой из всех, что я пробовала. Так что, в принципе, можете обратить свое внимание, и стоил он, вот где-то рук, 55 рублей. Следующее, что я нашла в фикс-прайсе, это вот такая вот штука. Это отбеливающая зубная паста концентрированная. До этого я уже показывала вам такую только в розовой упаковке, и она была не очень. Я подумала, может быть, в черной упаковке будет лучше, поэтому решила попробовать. Вика тоже заботится о своих зубах и как бы постоянно ищет нормальную зубную пасту. Стоила она 77 рублей. Давайте попробуем и посмотрим, как она вообще будет работать. Ее нужно поглаживающими движениями вот так вот брать. И, в принципе, я скажу, что, оказывается, это не очень гигиенично, потому что, ну, то есть, получается, что одна зубная паста на одного члена семьи. Я только сейчас увидела, что она произведена в России. Ну, как бы, как, я не знаю. Ты бери, наверное, с этой стороны. А намочить надо, да, сначала? Да, влажной щеткой. Ну, такое будет это. Хотя нет, заказ такой, знаешь, мятый идет, да? Ну, свежесть-то есть, но мне не очень нравится вкус. Ну, вкус вообще отстой. Вкус пасты вообще отстойный, так что смотрите сами. Я об этом не подумала в прошлый раз, но одна зубная паста на одном члена семьи, то есть она индивидуальная. И, плюс ко всему, у нее вкус отвратительный. Но она чуть-чуть лучше, чем предыдущая зубная паста. Ну, а сейчас ощущение свежести есть, да, после ее очистки. Но вкуса нет. Я терпеть это каждый день два раза минимум не готова. Не за какие деньги. Дальше, бьюти-товар. Это лак для ногтей, правильно? Это лак? Да, это лак для ногтей. И я как раз-таки хотела попробовать вообще фикс-прайсовские лаки. Как вы знаете, сейчас я пока что использую просто, скажем так, обычные лаки. На этот месяц я решила сделать такой вот эксперимент для себя. Увидела такой достаточно красивый цвет. Я когда-то таким уже красила. Именно цвет я имею в виду. Но по качеству я помню, что лаки для ногтей и фикс-крайси были фигня. Как бы стоил он 55 рублей. Попробуем. Лак в принципе неплохой, но ложится очень тонким слоем. Он полупрозрачный. Чтобы вы понимали, вот здесь два слоя и он уже пришивец. Здесь один-один слой. В принципе, если вы любитель просто обычных лаков, то можете присмотреться, учитывая, что он дешевый. Но потрудиться придется. Возможно, в три слоя даже наносить. А так цвет мне очень даже нравится. Такой вот обычный нюдовый цвет. Но я таким лаком не буду пользоваться на постоянной основе. Это однозначно. Потому что столько мучений я не готова терпеть. Вот это, что это было? Пилка для ногтей. Как она оказалась у нас, вообще непонятно. Это Вика ее украла просто фикс-прайсе на кассе. Ну, то, что было на кассе, ну, я просто пакет складывала. И там была эта пилка. Я думала, что она взяла. Она думала, что я взяла. А чья она до сих пор неизвестна. Просто я ее реально хотела взять. И как бы я не знаю вообще что, да как, да почему. Чеки вроде бы нет. Может быть, ее просто нам забыли пробить. Потому что я собиралась просто брать. Я просто подумала, может, я гоню. Но я хотела попробовать ее, поэтому мы ее тоже попробуем. Ну, что, в принципе, пилочка неплохая. Я этот бренд Zinger знаю. Здесь она подходит как для натуральных ногтей, для придания формы, для чего угодно. То есть пилочка достаточно классная. Ею можно пользоваться. Так что, если увидите в фикс-прайсе, то покупайте. Крем-спасатель для рук с коровой. Похож на корейский. Не знаю, это корейский, нет? Кстати, вот этот бренд Etude Organics у них, по-моему, есть как корейский, так и китайский товар. Вот этот крем конкретно китайский. И это крем-спасатель для рук. С чем он? С клубникой. С клубникой, да. Давай попробуем тогда. И стоит этот крем для рук и ногтей 99 рублей за такую фиговинку с лапками. За 99 рублей такой, блин, крем можно здесь с таким объемом. Там, кстати, было несколько таких кремов. И я взяла именно тот, который вот сейчас для сухих рук. Но упаковка прикольная. По запаху тоже прикольная. Хорошо вот впитывает, не оставляет. Но я бы не сказала, что это прям спасатель для рук. Ну да, не прям спасатель, но такой обычный рядовой крем для рук. Вот помыл руки и помазал, да? Да. И забыл, что мазал. Вроде аромат такой неплохой. Учитывая, что милая упаковка, будем считать, что мы платим за нее. То есть, если вы ищете маленький крем, то, ну, то есть, милая упаковка, обратите на него внимание свое. Но если вы ищете объем и реально крем, который будет питать кожу, то лучше выбрать что-то другое. Потому что этот вот намазали, впитался он и, в принципе, забыли. Такой легкий крем, но никак не спасательный. Дальше у нас идет глиттер для лица и тела. Это, я так поняла, блестки, да? Очень интересная штука. То есть, это для макияжа можно. А тело что там делать? Что делать? Что делать? А что он цвет такой, синий, такой буфетчатый советский? Кстати, раньше, раньше, в смысле раньше, я вообще забыла, что я хотела сказать. Короче, этот глиттер стоит 99 рублей. Вы представляете? Не обязательно вот так прям делать. У меня работает специальный режим, который... Видишь? Видишь? Ну, вижу. 99 рублей. Там были разные оттенки, но я нашла только вот этот, а уже потом, когда купила, увидела разные другие. Ну, что я могу сказать? Какой-то пыльный он. Не то. Я думала, он будет прям блесточный. Такой новогодний, поняла, да? Ну, просто как тени. То есть, это не глиттер, это именно какой-то перламутр, скажем так. То есть, это просто какая-то пыльца для слайма. Вот и все. То есть, это как тени использовать, ну, так себе. 100 рублей стоило это. Да, я, короче, отдам это, наверное, на производство слаймов, поэтому пойдет это благополучно туда. А также, что касается ногтей, я уже давным-давно хочу в фикс-прессе попробовать вот такую жидкость для снятия лака и вообще жидкости для снятия лака. Но дело в том, что я постоянно делаю себе гель-лак, и мои зрители об этом знают. У меня не было возможности. А так как сейчас у меня обычный лак, я могу его снять вот такой вот жидкостью и, собственно, снять из стойких лаков, глиттеров и лаков с гелевым эффектом. Как раз-таки то, что у меня сейчас есть. У меня сейчас на ногтях лак с гелевым эффектом. Будем смотреть. Стоил он 55 рублей. Если это будет круто, то я, конечно же, вам об этом скажу. Если это будет Г, вы знаете, что я говорю только честно, потому что смысл? Смысл. А я тебе хотела сказать, что ты что-то с краю валяешься где-то. У тебя вот там морда вот так вот на полэкрана где-то. А я не могу понять, ты что ко мне лезешь? Не лезешь. Мы уже все видео вообще отсняли. В принципе, сначала я подумала, что довольно-таки неплохое средство, но потом я поняла, что оно все-таки не айс, потому что снимается очень плохо. По запаху я вообще молчу. То есть, есть средства, которые, в принципе, нормально пахнут, а этот же нет. То есть, нужно затыкать нос. Это однозначно не очень хорошо снимает, но, в принципе, снимает. Это уже что-то. Поэтому это не идеальное средство для снятия лака, но и не самое плохое. Имейте это в виду. Но с лаком, с эффектом гелевого покрытия, конечно, справляется плохо. А теперь самая интересная и самая вкусная часть, ради которой, я так понимаю, Вика согласилась вообще снимать это видео. По-моему, это первый и единственный выпуск, где мы с тобой тестируем товары из фикс-прайса именно. Однажды мы с Викой снимали, где мы пробовали еду из фикс-прайса, а именно тест товара в моей рубрике «Фикс-прайс – это трэш» – это впервые. По-моему, да. С дебютом тебя. Спасибо. А что надо делать? А, сухарики? Давайте начнем с сухарей. Да, стоили они 9 рублей и со вкусом томата и зеленью. Ну, я просто подумала, давно сухарики не ели, а раньше мы сухарики любили. Зубы царапают. Ну, такое. На 9 рублей. Да. Я тоже хотела сказать. Томат чувствуется, но хлеб как будто то ли горелый, то ли что. Какой-то вкус гари есть от этого хлеба, мне не очень понравилось. Так что смотрите сами, за 9 рублей, ну, смысл. А это был миндальный йогуртный напиток какой-то. И, по-моему, мы его не хранили в холодильнике. Так нам и не надо хранить в холодильнике до 25 градусов, то есть при комнатной температуре. А ты понюхай. Он нормально пахнет. Запах такой, видишь, как будто духи какие-то, да? Ну, это ароматизатор уже химический, это уже совершенно другой вопрос. Наверное. Стоил этот напиток 27,5 рублей. Мне не нравится, какая-то блевотина. Да, чтобы вы понимали, это густой питательный растительный продукт на основе миндального молока. То есть, по сути, это йогурт из миндального молока, но это невкусно. Это отвратительно. Дальше идет имбирный чай с апельсином, содержит витамин С. Что, пойдем мешать? Да, пойдем мешать и смотрите, какие вот пакетики. А, да, похожие же есть в Корее. Ну, короче, это содержит апельсин С, апельсин С, витамин С. 77 рублей эта пачка стоила. Сейчас заварим и попробуем. Какого-то тарафлю, типа такого, да? Да! Имбиря слишком очень много, аж в горле. Я вот прогорклась такая. Не, ну если вот при, когда вот горло болит, да, при простуде, это хорошо пойдет вот так прям. Да, да, теплое питье. И очень-очень сладкий, мне кажется, да? Приторный такой, имбирный чересчур, да? Чересчур имбирный, чересчур сладкий и чересчур мятный какой-то. Ну вот сам имбирь не очень здесь. А так, в принципе, если вы болеете, то это будет самое то. А в обычные, как бы, дни нет. Также мы в фикс-прайсе взяли вот такой горячий шоколад, какао-напиток рассваримый с ароматом миндаля. Опять же таки, 55 рублей стоил мак чоколейт. Я никогда такой не видела, не ела. Я не поняла это. А, я думала просто, что это тоже на растительной основе. Давайте посмотрим, сколько здесь вообще пакетиков, как они выглядят. Ну, короче, тоже это такие вот пакетики. Сейчас в фикс-прайсе очень много таких появилось. Кстати, я уже тестировала чай матч-алаты. Если вы не видели прошлый выпуск фикс-прайса Татрэш, то обязательно его посмотрите. Так, теперь попробуем шоколад. А это острый? Ой, горький был шоколад. Острый шоколад. Это получше, да. Но он немножко такой сладкий тоже. Вкусный шоколад горячий, но сладкий чересчур. Возможно, это потому, что я сейчас сахара так много не ем, поэтому мне так кажется. Но, в принципе, неплохой горячий шоколад. Просто вот, просто как какао, и все. Но, если сравнивать, типа, с Несквиком, Несквик будет вкуснее, мне кажется, да? И последнее, что у нас осталось, это шоколад Милка. Смотрите, какая она огромная. Короче, мы в фикс-прайсе купили таких три плитки. Две мы взяли с карамельной начинкой, ой, с карамельной начинкой с арахисом. Две плитки, но она не дожила до съемок. И мы уже сожрали две плитки. Поэтому вот остался вот этот, новиночка. Я в прошлый раз фикс-прайсе купила. В прошлом выпуске показывала. Но не сказала о цене. Стоит 199 рублей. Потом я хотела пойти купить в другом магазине. А там уже стоит порядка 330-350 рублей. Так что имейте в виду, что в фикс-прайсе это выгоднее намного брать. Так что, если у вас есть этот, как бы, вариант, как бы купить, да? Бегите, открывай. Что это было? Здесь написано Милка и нарисована корова с печенькой, да? А вот это уже вкусно. Я люблю такой шоколад. С чаем вообще очень будет хорошо. И с печенюшечкой? Вообще, вот эта серия Милка, которым можно просто прибить человека, они удачные, да? Вот эти я заберу с собой в Корею. Ну, штуки пять, как минимум. Если поместится. И в фикс-прайсе затаришься, да? Да. Чтобы дешевле было. Если останутся. Да. В общем, друзья, вот такой получился у нас сегодня выпуск. Обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на Викинг канал. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите предыдущие выпуски и наши другие видео. Увидимся с вами уже в новом видео. Всем удачи. Всем пока-пока.